Всем привет и добро пожаловать в новый влог. Сегодня у нас дневник ремонта, часть 2. Мы начали делать демонтаж в нашей квартире. Квартира у нас, напомню, сдана с ремонтом от застройщика ПИК. Но, как вы видите уже на видео, мы сняли все перегородки, половое покрытие, обои, двери, сняли натяжные потолки. И будем переделывать все согласно нашему дизайн-проекту. Также мы просто напрочь вынесли коробку между двумя санузлами, потому что она оказалась тонкой, с гипсокартона, слышимости и изоляции вообще никакая. Будем возводить из пеноблоков. Самое главное в ремонте это отдыхать от него. И сейчас лето и не хочется упускать ни единого солнечного дня. Поэтому мы с друзьями отправились на семейную фотосессию. Фотографии покажу вам в следующем влоге. А также мы заглянули в новое кафе, которое располагается по адресу Мансуровский дом 12. Уверена, что многие помнят легендарное кафе дом 12, которое находилось по этому адресу. Но сейчас здесь располагается ресторан греческой кухни. Но за что я люблю это место? Так это за такой уютный двор в самом-самом центре Москвы. Мы здесь, кстати, отмечали мои 30 лет, мой юбилей. И очень остались довольны. Ну что ж, кухня другая. Придется знакомиться с греческой кухней. Тут, кстати, есть даже словарик для тех, кто не знает ничего о греческой кухне. Я могу сказать точно, мы остались очень довольны. Да, это не дом 12 в привычном его исполнении. Но тоже очень-очень вкусно. Большие порции. У меня здесь салат, посмотрите, с кальмаром. Моя кума взяла авокадо-тост. Ну и, конечно же, никуда без мусаки. Ну что, здесь у нас будет постирочная. Там будет ванна с туалетом совмещенной. Здесь кухня. Здесь гостиная. Вот, кстати, пиковские двери. Я их выставила уже на Амита на продажу. Здесь две двери 80 сантиметров. И здесь две двери 70 сантиметров. У меня уже их сегодня заберут по 1000 рублей. Но почему бы нет, приятно. Ванна-туалет. Вот, здесь детская комната. Мы сняли перегородки уже межкомнатные. И будем делать не из гипсокартона, а из пеноблоков. Наш второй унитаз. Наша спальня. Два окна. Конечно, в этом есть прелесть угловых квартир, что два окна, много света. Потолок мы тоже сняли, будем перенатягивать. Здесь трассы под кондиционер. Кстати, у нас в квартире будет три кондиционера. Получается, в каждой комнате мы решили оставить. Вот, полы тоже сняли. И вот здесь будем заливать, получается, полы вровень. В целом, конечно, пик делает достаточно неплохую черновую отделку. Стены не супер, а у кривые. Но, конечно же, под покраску их нужно будет все равно выравнивать. Вы только послушайте. Вообще, это пение птиц в парке. Я постараюсь сейчас возобновить свои утренние пробежки. Потому что я начала в начале апреля уже бегать. Даже в конце марта. Буквально, наверное, 3-5 пробежек я сделала в этом году по 3 километра. И после этого я заболела. И причем заболела очень странно. Я подразумеваю, что это какой-то новый вирус, наверное. Потому что у меня был лютый-лютый кашель. И он сохранялся на протяжении двух месяцев. Сейчас я себя чувствую прям гораздо-гораздо значительно лучше. Вот. Но сейчас, если честно, я бежала и просто чуть не выплюнула свои легкие. Ну, надеюсь, сейчас все пойдет как по маслу. Тем более, у меня вообще просто такая новость. Новость моего материнства. Сева сегодня первый день пошел в ясли. Отдаем мы его в группу с года до полутора. И какой у них будет распорядок. Ходить он будет 2 раза в неделю. Сейчас первую неделю. Со второй недели он будет ходить уже 3 раза в неделю на 2 часа в день. То есть с 9 до 11. Поэтому я думаю, что как раз таки это и будет время для себя, для моих пробежек. Я сначала, конечно же, думала о том, что так как у нас Ясли находится в соседнем доме, что нужно срочно идти, бежать, убирать дома, готовить там завтрак, еду и так далее. Но решила, что все-таки посвящу это время себе. Буду гулять в парке. Сейчас лето. И вообще я поняла о том, что это мое фактически такое последнее свободное лето. Потому что следующим летом я уже явно выйду в офис на работу. Так что Сева пошел в Ясли. Мне очень интересно и очень волнительно вообще, как он там. Потому что мне кажется, если бы я сейчас не бежала, я просто бы сошла с ума от каких-то мыслей. Но я думаю, что мы уже оба готовы немножечко начать сепарироваться друг от друга. И в общем план у меня такой, что сейчас месяц он будет ходить. Месяц, может быть, полтора. Посмотрим, как долго у него займет эта адаптация. Он будет ходить сначала 2 раза в неделю, потом 3 раза в неделю на 2 часа. Потом будем 5 дней в неделю. И увеличим с 2 часов на 3 часа его время пребывания там. Вот, в общем, посмотрим вообще. Очень-очень надеюсь, что это пройдет для нас безболезненно. Без каких-либо лишних, ненужных для ребенка травм. Вот, так что так. А я сейчас пойду, сяду на лавочку и буду реально принимать солнечные ванны, кайфовать и вообще наслаждаться наконец-таки вообще свободными 2 часами. На самом деле, такие смешанные чувства. Мне вроде бы немножечко и, знаете так, ну немножечко неудобно, что ли, что я радуюсь, что ребенок пошел в сад и я наконец-таки свобода. Но, блин, такое-то классное сладкое чувство на самом деле. Я вот покажу вам свой кето-завтрак после пробежки. Здесь у меня кофе на миндальном молоке. Миндальное молоко беру байт без сахара. Здесь у меня немножко сыра с плесенью. Печень трески, полезные жиры. Два яйца. Всегда, абсолютно всегда любой мой прием пищи. Это много зелени с оливковым маслом. Люблю очень сильно труфельное масло. Оливки и на десерт немножко клубнички. Вот как вам такой постбеговой завтрак? Напишите в комментариях. А мне приятного аппетита! Заказала себе на мегамаркете с огромным кэшбэком такой вот аромабокс. Хочу подобрать какой-нибудь на лето себе новый аромат. И не знаю, если честно, уже все перепробовала и все вот эти популярные ароматы знаю. Решила взять вот эту вот часть. Нам не менее знакома. Вот, ну посмотрим. Вообще, кстати, очень удобно, что всегда можно носить такую, менять урку с собой. Если вы вдруг любители сладких ароматов, вот, то присмотритесь. Такой вот аромабокс. Хочу-могу. Мне понравился. В общем, мы уже дома. Забралась с его первого дня в яслих. И вы знаете, это было настолько сложно в первую очередь для меня. Потому что я не представляла себе вообще, как этот день произойдет. И вот он наконец-таки пришел. Такие эмоции мне, если честно, я просто в шоке от того, насколько мой ребенок уже взрослый. И он уже готов сделать шаг в какую-то другую жизнь, где я ему не буду нужна 24 на 7. И я эти два часа просто не находила себе места от незнания того, что он, как он, где он. Ну, конечно, где он, я знала. Но я имею в виду, что он сейчас делает, чем он занимается, какое у него настроение, какие эмоции. И это настолько тяжело. И в то же время, вау, это так классно, что, во-первых, я теперь могу стать немножечко свободнее. Во-вторых, Сева может получать развитие согласно его возрасту с другими детьми. В общем, круто. Я когда пришла, конечно, это был такой, знаете, разбивающий мне сердце момент. Я видела его, как он играл с детками, был увлечен. И его подозвала воспитательница. Естественно, он на нее не обратил никакого внимания. Она подошла к нему, он попросился к ней на ручки. Взял паильник с водой. И вот тут он увидел меня, и просто он разрыдался. Такой, мама, мама, мама. И она поднесла его мне, взяла его на ручки, мы обнялись. И вообще, он так прям... Это очень сложно, очень тяжело. Но, блин, такая гордость берет за него, что он целых два часа был занят другими делами. Каким-то развитием себя. Это супер вообще. Вот, будем увеличивать и постепенно количество раз в неделю. И время пребывания с двух до трех часов. Но хочу это сделать все плавно, чтобы было вообще минимальное количество стресса у ребенка. Коротко расскажу тоже про наши развивашки. Мы ходим с трех с половиной месяцев в бассейн. И с десяти месяцев до года мы ходили на индивидуальные занятия в студии Елены Куликовой. Это занятия с преподавателем, разные сортеры, игрушки, тактильное развитие, музыкальное развитие. Нам очень нравилось. Но к году уже стало понятно, что ребенку нужна среда для его развития. И мы ходили с года, получается, целый месяц до год и одного. Мы ходили на занятия в Монте-Сори, мама и малыш. Небольшие группы, шесть человек, тоже занятия с преподавателем. И среда с другими детьми. Ну и мне общение с другими мамами. Так что постепенно мы подготовились к тому, что теперь сейчас в Север. Через неделю год и два я его отдаю в Ясли. И мне кажется, что так ему сейчас максимально комфортно будет привыкнуть к тому, что, ага, это то же самое, что было с мамой. Только я теперь без мамы, а с другими детками и с преподавателем. В общем, держите за нас кулачки. Мы еще до сих пор на ГВ. И, если честно, у нас произошел откат. Потому что был период в районе года, когда я Севу кормила на диване, только на дневной сон и на вечерний. И он не просил грудню. Потом случились холода. Тут в мае у нас в Москве был снегопад. И как-то зубы у нас за месяц вылезло шесть зубов. И, если честно, мы перенесли их легко. Но он постоянно висел на груди. И я, если честно, в какой-то момент задалась и поняла, окей, не сейчас, не время. И тут я, кстати, хочу сказать о том, что, наверное, не только Сева был не готов. И не только Севины зубы наложились на то, что у нас не получилось сейчас свернуть ГВ. Но и моя внутренняя неготовность. Потому что, конечно, я не была готова терпеть его какие-то истерики, требования. И я думаю, окей, ладно, все, даю тебе грудь. Так быть не должно. И, наверное, мой сейчас главный совет самой же себе – это просто принять решение. Просто быть самой готовой к тому, что все, мы завершаем ГВ. Надеюсь, что сейчас поход в Ясли нам тоже в этом поможет. Плюс хорошая погода. Мы будем много гулять. Классно проводить время. И я сейчас на прогулку беру с собой перекусы. И беру перекусы на занятия, когда мы ходим в бассейн. То есть после занятия у нас обычно это... Либо я делаю оладушки из детского пюре, либо из творога. Делаю хлебец с сливочным маслом, сыром беру в контейнер. Это тоже нам, я надеюсь, поможет убрать грудь так часто, как она есть сейчас. Либо же когда она была, когда мы были дома в плохую погоду. Потому что, ну, конечно, я понимала, что вот тот прокол, который я совершила. И в первую же очередь в этом виновата я. Потому что я не приняла окончательное решение, что всё, мы заканчиваем. Плюс у нас, конечно же, проблема с обучением самозасыпания. Он привык с грудью, а я не привыкла ему жёстко, в жёсткой форме отказывать. Всё равно я сдаюсь. Вот, но ничего, я полна решимости. И надеюсь, что в ближайшее время я сама для себя расставлю точки над «и», что мы сепарируемся, что мы завершаем ГВ, что мы идём в Ясли. Вот, и идём жить каждой свою прекрасную жизнь. Но, тем не менее, остаёмся вместе. Так, сегодня у нас на кето обед будут широтаки. Это такие макароны, которые не содержат... Да, не содержат они блютен, почти не содержат углеводов. Здесь вообще минимум калорий. И они из конжаковой, да, конжаковой же мука. Тоже лайфхак. У меня индейка. Тушится она в сливках 10%. Так как всё-таки 10% жирности для соуса маловато, я добавила туда вот такой вот крем-чиз из «Вкус Вилла». Так что будет у меня паста с индейкой в сливочном соусе. Должно быть очень-очень вкусно. Ну, помаши рукой. Кто тут мамин помощник? Так, ну вот готовы мои широтаки с индейкой. Главное сделать вкусный соус, добавить побольше соли, специи, потому что сама лапша широтаки сама по себе безвкусная. Вот. Так что такой вот обед. У Севы будет гречка с индейкой, у меня широтаки. Приятного аппетита нам. Вот такие вот у нас дела. Спасибо большое, что посмотрели этот влог. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok